Микрофон 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 в миграции и вернуться в Метрополию. И после этого наступила уже совсем другая пора. Что же происходило вот в этот период между 1974 годом и 1991? Вот это и была третья волна, которую я знаю так хорошо. Любопытно, что если хронологические рамки очень важны, то географически не важны совсем. Потому что русская литературная миграция жила где придется и как попала. В Париже, в Старом культурном центре, в Нью-Йорке, в Израиле. Но на самом деле это все было неважно, потому что русская литературная миграция жила в журналах, в газетах, в книгах. И в конечном счете на родине, в России, потому что все, что происходило в литературе, было связано именно с русской литературой. И все было ориентировано на русскую литературную жизнь. Потому что в иммиграцию приехали не столько говорить, сколько договаривать. И в этом отношении не было никаких границ между мигрантскими центрами. И журналы свободно перетекали из одной страны в другую. И можно было комфортабельно печататься и в журнале, и в газете «Новое русское слово» в Нью-Йорке, и в газете «Парижская русская мысль», и в израиль-гурсалистском журнале «22» и так далее. Дело в том, что сама иммиграция объясняется тем, что репрессии брежневского режима насильственно прервали начавшийся в 60-е годы диалог интеллигенции с властью. И в определенном смысле третья волна была попыткой договорить на Западе то, что не дают сказать дома. А где? Где дома говорили? Конечно же, в журналах. И в этом отношении русская литературная миграция была прямым продолжением интеллигентской жизни Советского Союза. Это значило, что в первую очередь наступила журнальная жизнь. Если все 60-е годы главным событием в общественной жизни страны были идеологические распри между двумя лагерями. Один лагерь представлял журнал «Консерватор» в октябрь, а другой журнал «Либералов» в «Новый мир». Вот нам казалось естественным, что эти распри будут продолжаться и на Западе. Любопытно, что иммигрантов объединяла несомненная антисоветская настроенность. Здесь не было людей, которые принимали советскую власть или принимали коммунизм. То есть политических разногласий у нас не было. А зато все остальное было. И разногласия между третьей волной были такие же суровые, как и между другими волнами. Это тоже не случайно, потому что толстые журналы в русской традиции, в русской истории, они заменяли все. Они заменяли парламент, они заменяли свободу, они заменяли политическую трибуну. Но в первую очередь журналы были партиями. Недавно я думал об этом. Какая партия в России была успешной? Ну вот вы подумайте. Даже коммунистическая партия была неуспешной в конечном счете. Но уж либеральные партии точно существовали недолго, и смерть их была мучительной. Однако была, тем не менее, партия, которая существовала и существует до сих пор. Это партия читателей. Читатели в России это самая настоящая партия, у которой есть свои ценности, свои идеалы, своя программа и свой круг понимающих людей. Вот эти вот люди, которые объединялись в 19 веке вокруг знаменитых журналов того времени, а в наше время вокруг нового мира, сегодня эти читатели объединяются вокруг, скажем, новой газеты. Но это многомиллионная партия людей, которые искренне и горячо интересуются общественной жизнью, и которые составляют вот эту вот прогрессивную партию русской жизни. Вот такие партии оказались и у миграции. Но беда заключалась в том, что, конечно, понимали они и будущее, и прошлое, и настоящее по-разному. И поэтому моментально раскололась наша эмиграция на разные лагеря. Труднее всего было нам понять, конечно, первую волну эмигрантов, потому что я еще застал этих китов предыдущей эпохи. Это были историки литературы Борис Филиппов, Глеб Струве, соратник Бердяева, философ Левицкий, критик из среды акминистов Борис Вейдли, поэт Иван Аллагин. Это все были феноменальные люди, люди огромной эрудиции, с большим историческим прошлым, которые не просто презирали, они не замечали нашу эмиграцию и считали искренне чужими людьми. Причем у них была довольно любопытная логика. Они говорили, что Советский Союз относится к России точно так же, как Турция к Византии. Территория та же, но мало того, что другой режим, мало того, что другая религия, но еще и язык другой. Они не понимали нашего языка, и из-за этого было масса много смешных вещей. В то время я был совсем молод, и я работал в газете «Новое русское слово», которая... ей это уже было около ста лет. Это была старейшая русская газета, она старше правды была. И в этой газете сотрудники все были примерно такого же возраста, как и газета. И из-за этого мы очень не понимали долго друг друга. У меня был коллега Абрам Соломонович Гиринрот, человек замечательный в своем роде, он был очень пожилой, мягко говоря, но это не мешало ему ездить верхом. Он был кадетом. Когда я... я так плохо понял, что такое кадет, потому что он сообразил, что это конституционно-демократическая партия. То есть он еще представлял дореволюционную партию и по-прежнему оставался и верен. И человек, он был в таких либеральных убеждениях. Рассказывал он мне такую историю, например. Он поехал во Флориду отдыхать, как тогда было принято, в 50-е годы. На поезде, конечно. И на вокзале во Флориде он хотел пойти в уборную, чтобы исправить нужду. И увидал, но уборная надпись только для белых. Так вот, он повернулся, сел на поезд и вернулся в Нью-Йорк, и так и не справил нужды. И эти люди, они были, по-моему, совершенно замечательные, но очень трудно было нам понять друг друга. Однажды другой мой коллега пригласил Абрама Славановича Геннерота к себе домой. Говорит, давайте соберемся, посидим с мужиками. И Абрам Славанович сказал, там будут крестьяне? Самой интересной личностью моей жизни с первой волны был Андрей Сидых. Это был псевдоним Якова Моисеевича Цвибака, человека легендарного и абсолютно замечательного. Он был секретарем Бунина. И он считал, что после Бунина литература умерла, остановилась и кончилась. И смешно об этом говорить. И мы с ним очень содружились, надо сказать, потому что я работал ответственным секретарем газеты, и ему к тому времени уже надоела газета изрядно. И он охотно болтал со мной, вместо того, чтобы заниматься делами. И он всегда мне рассказывал что-нибудь интересное, хотя это выглядело довольно странно. Он всегда говорил так, вот вы любите трое в одной лодке? Я говорю, ну кто же не любит? А вы знаете, я однажды обедал с Джеромом Джеромом, а вы любите шелоком? Я говорю, ну конечно, кто же не любит? А вот я однажды обедал с Канандулем. Нравится музыка Рахманинова? Я уже догадывался, чем это кончится. И он действительно знал абсолютно всех, поэтому разговор с ним был как спиритический сеанс. Я лимитский, можно сказать, как это делается. Таким образом, эти люди были по-своему замечательны, но, конечно, они точно не подходили для нашей жизни, потому что с их точки зрения Бродский, например, был поэтом, который нельзя было понять ни одной строчки. Поэтому печатать его было абсолютно бессмысленно и безнадежно, тем более, что он не давал объявления в газету. Сдаватом было намного хуже, потому что Седых называл его вертухаем. Это было смешно, потому что он не очень точно знал, что такое вертухаем, но он списал это слово у наших же эмигрантов и плохо понимал, что это значит. Надо сказать, что и нас, Петий Вайлен, тоже не обрадовал. Нас называл, так иногда, подружески двое за бутылкой, что, к сожалению, было довольно правдиво. Так вот, казалось бы, главная проблема заключалась в том, что первая волна и третья волна не могут найти ничего общего. И поэтому нам нужна своя литература, свои трибуны, своя площадка для того, чтобы могли себя заявить. Потому что тот же Седых, я его спросил, «Вам нравятся рассказы Шукшина?» Спросил я его, глядя ему в глаза, он мне сказал, «Какая смешная фамилия!» А я говорю, «А фильмы Тарковского?» Он говорит, «Я в Синемас 54-го года не был». Поэтому нам было нужно что-то свое, и такие издания появились. В первую очередь, это был журнал «Континент». В 1974 году Владимир Максимов открыл журнал «Континент», с редакцией которого было четыре Нобелевских вариата. Там были все известные писатели и литераторы, включая Бродского и Синявского. Но очень скоро оказалось, что миграция разделяется на две части по всем категориям. Но в первую очередь, по эстетическим. Синявский, которого я имел честь хорошо знать, говорил, что у него с советской властью не политические, а эстетические разногласия. И как бы это ни странно звучало, но эстетические разногласия гораздо труднее предали, чем политические. Вот как раз наш, вот третья волна, об этом и говорит. И Синявский был против того реализма, суконного, серьезного реализма, который продолжал журнал «Континент», реализма нового мира. Синявский видел будущее русской литературы, как мы бы сейчас сказали, видя магического реализма, который он, собственно говоря, и основал в России. Во всяком случае, в наше время. И вот эта вот борьба за новаторскую литературу против того, что практиковал «Континент», привела к суровому конфликту. Дело в том, что еще Набок в 30-е годы говорил, что мало того, что Россия отделяет от Запада железный занавес, ее еще отделяет плюшевый занавес пошлости. И вот Синявский пытался этот плюшевый занавес каким-то образом прорвать. Так или иначе, миграция разделилась на две части. Одна, это была официальная часть, которую представлял «Континент», и это была такая могучая часть, ее поддерживали, «Континент» считался главным журналом миграции. А в 1975 году Синявский вышел из «Континента», и вместе с женой Розановой они основали небольшой, но изысканный журнал «Синтексис». И с тех пор все в эмиграции делились на партия «Синтексиса» и партия «Континента». Это очень напоминало живо то, что было в 60-е годы в Советском Союзе, когда была партия «Нового мира» и партия «Октября». Я думаю, что, наверное, это неизбежно. Все должно делиться на две части, и даже иначе просто не бывает, потому что всегда есть правое и левое. И этот раскол в эмиграции сильно напоминал раскол между знаменитый спор западников и славянофилов. Но были люди, которые уходили в сторону того и другого. И вот они-то основали, например, журнал «Эхо». Это были знаменитые, теперь уже легендарные Алексей Хвостенко и Владимир Марамзин. Они в Париже выпускали крайне своеобразный, авангардный орган, который печатал странную литературу, странные стихи, странную прозу, и который мне очень нравился, но у него было очень немного читателей. Любимым органом Солженицына стал журнал «22». Очень приличный израильский журнал, который до сих пор продолжает выходить. И он стал таким самым серьезным русскоязычным журналом Израиля. А в Нью-Йорке выходил журнал «Гнозис». Я помню под редакцией такого Аркадия Роунера. И я помню, как мы напечатали на русском слове отрывок из этого журнала, который назывался так. «Букты брак». И Седых, который он видал название, у него слезы брызнули с глаз. Это было что-то ужасное. Выходили замечательные альманахи, многочисленные и интересные, такие как «Часть речи», «Русика», но особенно «Аполлон-77», который издал Шемякин на огромные деньги. И вот там был собран весь русский авангард к тому времени был собран в этом издании. Интересно, что культура русской миграции преуспевала на Западе там, где ей не мешал языковой барьер. Прежде всего, в музыкальных видах искусства. И самыми знаменитыми артистами третьей волны, бесспорно, стали, ну, скажем, Стислав Ростропович, да, особенно Барышников. Среди с этим была замечательная история. Однажды один университет пригласил к себе выступать трех человек, которые представляли русскую миграцию. Вот ту самую третью волну, о которой мы говорим. Одним из них был Сергей Довлатов, который, считай, только начинал от славы которого. Другим был очень известный автор Юза Лешковский, автор знаменитых песен особенно. А третьим был Михаил Барышников. Вот они были такие, троица русских эмигрантов. Но в университете, когда они пришли, выяснилось, что комную полицию нужно пригласить, чтобы порядок как-то навести, потому что столько людей пришло посмотреть на это выступление. И Лешковский сказал Довлатову, видишь, Серега, любит все-таки русскую литературу в эмиграции. Конечно, все пришли смотреть на Барышникова. Вслед за музыкантами шли художники. Наши художники, такие как Олег Цилков, Михаил Шемякин, и в Америке скульптор Энс неизвестный, а с начала 80-х годов комбра и меламида, они прославились во всем мире и в Америке в том числе, особенно в области пародийного соцарта, который в 80-е годы действительно завоевал определенную часть американской аудитории и вышел за границы советского искусства, советской тематики. Я помню, как была обложка какого-то журнала, то ли там, то ли не свик, на который комары и меламида изобразили рейгана в виде кентавра. Был очень популярный сюжет. Русский театр оказался не жизнеспособным. Кино, несмотря на то, что в Нью-Йорке обосновался такой тонкий режиссер Борис Хрумин, которого я очень люблю, мы с ним закончили одну и ту же 15-ю рижскую школу. Мы познакомились только в Америке, как ни странно. Но, к сожалению, очень трудно в кино пробиться, в театре пробиться. Все это невозможно. Поэтому для иммигрантов именно литература стала единственным и очевидным орудием самопознанием миграции. И поэтому главным в нашей литературной жизни стали книги, стали издательства. И тоже можно понять, что происходит. Тогда это называлось там издат. В России был сам издат, на Западе был там издат. Но понятно, что в первую очередь сам издат интересовался политическими книгами, ну, такими, как Архипелар ГУЛАГ. Эстетическая Крамова оставалась труднодоступной и, в общем-то, ради нее рисковать лагерем, тюрьмой было довольно нелепо. Именно поэтому в иммиграции оказалось так важно издание тех книг, которые в России были неизвестны. И тут нужно поставить памятник, конечно, Проферу. Карл, к несчастью, он рано умело, и имидея Профера основали издательство Ардис в 71-м году. И это издание, издательство, я считаю, что им нужно было поставить памятник рядом с Иваном Федоровым, первопечатником российским, потому что они вернули в русскую литературу огромный пласт авторов. Кроме всего прочего, они сделали очень много для привлечения интереса к русской литературе в американской аудитории, среди американских студентов. Каким образом они это сделали? Они придумали лозунг, который был чрезвычайно популярен в мое время в Америке, в славистских кругах. Ахозов был такой, русская литература интереснее секса. Своим патроном они выбрали Набокова. И Набоков, который был тогда еще жив, и они, он благословил это издателя, и даже название Ардис, это взято из романа Ада. Набоковская эстетика стала вектором, определяющим отбор книг. Они выпустили около 500 книг. Среди них были все те авторы, которых в России к тому времени уже забыли, запретили и не знали. Кипиус, Хлебникова, Цветаева, Мательштамп, Парнок. Я не буду читать, потому что было там невероятное количество людей. Сейчас это кажется неважным, потому что сейчас это все уже вышло. Но тогда именно через них возвращалась литература. В первую очередь Набокова самого, которого к тому времени уже не было русского Набокова, не было ни в эмиграции, ни в России. Ардис выпустил все это заново. Но проферы выпустили и книги живых авторов, все книги Бродского, среди других поэтов Цветков, Лимонов, Куглановский, в прозе книги Аксенова, Лешковского, Довлатова, Ефимова, в том числе и нашу петь и книгу «60-ый мир советского человека». И в том они выпустили вывезенный из Советского Союза литературный романах «Метрополь». Еще одно важное событие в их издательской жизни была публикация полного Сандро Исчигема Искандера, который был известен в России в страшном изуродованном виде. Но, пожалуй, главным событием я разговаривала с Элендей на эту тему и она сказала, что, конечно, главный подарок моей зажерской судьбы это Саша Соколов. Они открыли книгу Саши Соколова «Школа для дураков», выпустили ее и это стало большим событием в русской литературе. Я бы сказал, что «Школа для дураков» играла и продолжает играть в русской культуре такую же роль как в американской книге Сэленджера «На пропастью воржи». О ней интересная история того, как появилась эта книга. Пришла рукопись без подписи из Египта. Никто не знал, откуда она взялась и на рукописи было написано «Саша Соколов «Школа для дураков». Имя это было никому неизвестно и Линдия не могла понять, что это такое и она кому-то показала первые 30 страниц. Кто-то сказал, что это читать нельзя, другой сказал, что это можно читать. Они начали разбираться и потом выяснилось, что это тот самый шедевр, который так внезапно появился. Я, кстати, хорошо знал Сашу Соколова и познакомился с ним именно в Вермонте. Он вообще был знаменитый вермонтиц. Саша Соколов был человек, он есть, конечно, но сейчас он, наверное, уже не такой красивый, каким он был. Он был совершенно спортивным красавцем, который был чемпионом Москвы по лыжам. Он был знаменитым прекрасным бегуном о лыжах, кросс-кантри, то, что называется. И здесь он в Вермонте работал лыжным инструктором. Он пригласил меня в гости, это было, наверное, в начале 80-х годов, в Вермонте. Я никогда не был в Вермонте. До этого я говорю, а как вас найти там? Он говорит, это очень просто. Вы поедете на гору, подъедете, вот такая-то гора, вот на вершине, там будет стоять палатка, вот там я и живу. Я немножко так спутился, но, тем не менее, следуя всем этим указаниям, я приехал, там действительно сидел в маленькой палатке на пеньке Саша Соколов. Ужасно привет, очень веселый. Мы выпили, разговаривали, шашлык зажарили, все было замечательно. Но мне было интересно, как он тут живет. Я говорю, а как вот вы пишете? Он говорит, сейчас покажу. Завел меня в палатку и в тесной маленькой палатке стоял другой пенек. На пеньке стояла не свеча, а ведерко с парафином, чтобы нам дольше хватило. И там он в тетрадочке писал свою следующую книгу, которая тоже стала очень известной, «Между собакой и волком». И я говорю, слушайте, у вас такой вид открывается с горы на четыре стороны. Это же так красиво. Он говорит, именно поэтому нужно писать ничего ни на что не глядя, чтобы природа не конкурировала с тобой. Потому что она все равно выиграет. И он мне показал впервые Ермонт и заставил влюбиться в этот штат. Мы с ним объездили весь Ермонт. Он показывал каждую речку и говорит, что даже речка здесь сумасшедшая. Сами понимаете, какая-то страна. И ему здесь было, по-моему, славно. Так вот, кроме Арбиса, конечно, появилось много других издательств. Были старейшие, такие как Посев, Имкопресс. Они выходили до третьей волны. Но были такие, которые существовали только благодаря третьей волны. Это и Москва, Иерусалим, в Израиле, в Париже синтаксис, тот же самый, который выпускал книги Лимонова. И очень успешное издательство Игоря Ефимова «Эрмитаж», который с 1981 года напечатал множество книг. Здесь выходили и книги Довлатова, лучшие книги, «Зона», «Заповедник». Здесь, что важно, напечатаны, наоборот, первые книги, по-моему, лучшего после Бродского поэта третьей волны, это Льва Лосева, который очень хорошо знает Мидлберг, он здесь много лет работал и жил неподалеку. И здесь же вышла и наша с Петром Валером первая книга «Современная русская проза». Я прошу прощения, что я говорю о себе, но дело в том, что я как Юлик Цезарь, я должен вынужден написывать то, чему я был свидетелем и чему я был участником, поэтому мне приходится говорить о себе. Однако, несмотря на то, что в эмиграции бурно действовал книжный рынок и книжное издательство, важно заметить, что большинство лучших русских книг, публикованных в Америке, были написаны до эмиграции. Если так посмотреть по гамбургскому счету, то все лучшее было написано в Советском Союзе, а напечатано уже в третьей волне напечатано уже в эмиграции. Ну, скажем, Чонкин Войновича, Верна Руслана Владимирова, Николая Николаевича Лешковского, «Прогулки с Пушкиным» Синявского, рассказы Марамзина, Мамлеева, Романа Жога Ксенова, «Зияющий в Истоты» Зиновева. Все эти книги были написаны, тот же Саша Соколов, были написаны в России и только напечатаны в эмиграции. Более того, книги, которые были написаны в эмиграции, они стали хуже, были написаны в России. Ну, скажем, второй том Чонкина хуже первого. Книга «Между собакой и волком Соколова» не превзошла «Школа для дураков». Многочисленные романы Лешковского мало что прибавили к успеху его первых повестей. Тоже можно сказать о книгах Зиновева, Гландилина или Максимова. Это значит, что для большей части писателей третьей волны сама эмиграция не стала темой. За границей они, как я уже говорил, продолжали начатое, отчего их новые книги теряли художественный напор, образную яркость и демонстрировали усталость языка и стиля. В этом печальном перечне есть два кроманных исключения. Имя одного это Солженицын, имя второго это Бродский. Первый отказался считать себя эмигрантом, второй осмыслил свою позицию как метафизический вызов. Солженицын все свои западные годы провел добровольным затворничеством. Бродский стал космополитом. Важно, однако, что обоих писателей по разным причинам нельзя перечислить к культуре третьей волны. Солженицын ее принципиально не признавал, хотя высказывал уважение к эмиграции, но не в американской, а в израильской СССР. И Бродский, в отличие от него, был чрезвычайно отзывчив, охотно помогал другим писателям, участвовал в эмигрантских изданиях. Я сам брал у него стихотворение для всех. Каждый раз, когда мы начинали как у Митюрга, он постоянно прогорал, я приходил к Бродскому, просил стихотворение, он давал аккуратно новое, не напечатанное стихотворение. У него до сих пор хранится автограф Бродского, когда он давал, дайте-ка еще посмотрю, исправил одно слово. Вот у меня до сих пор хранится этот экземпляр. А Солженицын был совсем по-другому. Мы издавали «Новый американец» газету, и мы с Петей Варем задумали такую серию антология свободного русского рассказа. Там должно было быть 10 рассказов, и венчать эту антологию должен был рассказ Солженицына, случай на станции Кочеткова или Кречетова, как по-разному называют его. И мы обратились к Солженицыну с просьбой дать разрешение на перепечатку этого рассказа. И жена Солженицына ответила, что это исключено, потому что Александр Александрович не признает факт существования русской литературы в Америке, и таким образом он не принимает ни участия и не собирается этого делать. Но в этой истории есть свои продолжения. Конечно же, в одной стране с Солженицыным, с великим человеком, который в одиночку противостоял себя государству, и с него добиться того, чего не добивался ни один писатель за всю историю литературы, конечно, мы все гордились тем, что живем с ним в одном месте и постоянно смеялись над ним, потому что он был такой генерал, а фельдмаршал иммигрантской литературы. Довлатов, да все мы посылали Солженицыну свои книги, но Довлатов придумал формулу, которая, как он говорит, исключает унижение. Он каждую книгу посылает Солженицыну, подписывал так. «Сочту за честь, если эта книга найдет место в вашей библиотеке». Такая битиеватая византийская формула, да? Но это не помогало, Солженицын ни разу не ответил, и вообще ни разу, никак, никогда не принял участие в нашей эмигрантской жизни. Но когда он вернулся в Россию, он спросил, скажите, что тут без меня происходит в литературе? Покажите мне, что лучше тут без меня вы бы написали? Ему дали первый том собрания сочинения у Довлатова. А он прочитал, говорит, а еще? Мы дали второй том Довлатова. Он прочитал второй, говорит, ну а что еще? Мы дали третий том. Он прочитал все три тома, не отрываясь. Но уже было поздно. Даже отношения между Бродским и Довлатовым тоже были такие же. Мы никогда, они никогда не встречались, но есть апокрифическая история о том, что когда Бродскому дали Нобелевскую премию, то Довлатов сказал, это замечательно, лишь бы русский язык не портил. На что, опять я повторяю, это апокрифическая история, Бродский сказал, чабы коровам и чабам. Так или иначе, и Солженицын и Бродский были шире и глубже третьей волны, поэтому отношения к ней они имеют косвенное. Я не стал бы причислять ни того, ни другого к нашей третьей волне. Они выходят за ее пределы. Собственно, эмигрантское, не только написанное, но и зачатая за рубежом литература третьей волны не так уж обидно. Среди ее наиболее заметных книг американские опусы Аксенова «Остров Крым, скажи, изюм, поиск грустного бебель», сборники стихов Львовосева, о котором я уже говорил, «Тайный советник» «Чудесный десант». «Антиутопия войновича Москва-2042», скандально знаменитый роман Лимонова «Это я, Эдичка», проза начинающих в Израиле Юрия Милославского и Михаила Федотова, протасмагорический роман «Крошка Цорес» и «Спокойной ночи» Синявского. Ну и так далее. Я могу назвать еще несколько имен, но из которых я хотел бы заметить несколько книг «Нонфикшн», которые, мне кажется, в иммиграции были особенно заметны. Это «Острые философские очерки и филитоны Бориса Парамонова», «Беседы русского икермана Солмона Волкова», который выпустил среди прочих важную книгу «Разговоры с Бродским». В этом перечне нельзя не упомянуть и наше с Петром Валем сочинение «Потерянный рай иммиграции и попытка автопортрета». Дело в том, что целью этой написанной в самом начале 80-х годов книги была фиксация «Документом своей эпохи». Именно поэтому я позволю себе привести цитаты оттуда. «Уникальность третьей волны была в том, что мы несли с собой огромный советский опыт, незнакомый, по сути, первым двум волнам. Выходцы из застоя мы прибыли в Америку полномочными представителями советской цивилизации в ее характерном и концентрированном проявлении. Именно это обстоятельство и задержало наше открытие Америки, которое мы привезли с собой. Третья волна, в отличие от первой и второй, пересекала океан с надеждой найти в новом свете исправленный вариант старого. Наша мечта строилась от противного. Там бедность, здесь богатство. Там рабство, здесь свобода. Там низ, здесь верх. Мы хотели найти в Америке свой идеал. Так и получилось, что ехали мы в одну страну, а приехали в другую, невольно повторив ошибку Колумба, который попал в Америку в поисках Индии. Список литературных достижений можно продолжить, но любые имена не изменит главного факта. Самым адекватным писателем третьей волны был, как уже было сказано, Сергей Довлатов. В отличие от большинства других мегранских авторов, Довлатов не печатался в России. Это довольно любопытный факт, который я с друзьями Довлатова ни разу обсуждал. Они уверены, что Довлатов стал писателем в Америке. Но мы его, когда принимали, мы уже знали, что он стал писателем в Ленинграде. Поскольку это оставляет двухнедельный перерыв в Вене, то получается, что он стал писателем именно в эти две недели. Так или иначе, именно в эмиграции Довлатов, начиная практически с нуля, напечатал 12 книг и стал самым популярным и самым известным писателем собственно третьей волны. Он оказался соразмерен своей аудитории. Пожалуй, особое обаяние его книгам придавала очень своеобразная позиция, новизна доватского стиля и обаяние его мировоззрения, которое читатели заметили раньше критиков. Критики говорили, что это юмористика, слишком просто. Довлатов никого не учил, он ставил себя скорее ниже, а не выше читателя. Его юмор был скрытым, мастерство тайным, эффект незабываемым. Протский как-то сказал, что прочел каждую книгу Довлатова, не вставая с кресла. Они все маленькие правда были, но тем не менее сто страниц надо было почитать и не отрывать. При этом Довлатова демонстративно писал просто, избегая приемов и психологической прозы, и модными во среде авангардной техники. Довлатов рассказывал, что он начинал писать, как все, авангардную прозу. У него даже начинался рассказ так. Я отморозил пальцы рук и уши головы. Но быстро разочаровался во всех авангардных приемах, и проза его чрезвычайно проста, но это обманчивая простота, это простота мастером. Но главное, что Довлатов был внеидеологическим писателем и бы не верил в способность общих мыслей формировать индивидуальность. Его интересовали исключения, потому что он не признавал правил и считал эксцентричность залогом подлинности. Это было необычно, потому что для третьей волны в основном эстетика продолжалась, продолжала эстетику 60-х годов. Довлат из нее выпадал, и поэтому он стал самым популярным автором появившихся в эмиграции. Сегодня я бы сказал, если кто-то спросил, как Довлатов относится сегодня в России, я сказал, боготворят. Довлатов писатель, который оказался одинаково приемлем для всех и для высокого читателя, и для низкого читателя, о нем не спорят. Вы понимаете, если меня спросят, кто сегодня лучший писатель, то я скажу, наверное, Сорокин, и половина зала выйдет из него. Но если я скажу Довлатов, то никто спорить не будет. Мой коллега Борис Парамонов сказал, что Довлатов естественная фигура для русской истории, потому что Довлатов работал над надзирателем в лагере. И он говорит, для страны, где половина сидела, а половина сажала, фигура надзирателя это как раз то, что примеряет тех с другими, так или иначе, и он знает и ту, и другую сторону. И в этом отношении Довлатов оказался уникальным автором. Кроме этого, произошло важное событие в языке. Дело в том, что расставшись с советским официозом, третья волна осталась без языка дружеского, приватного, но не фамильярного общения. Вот Довлатов предлагал средний стиль. Помните, еще Ломоносов искал средний стиль? Вот Довлатов его предлагал. Этот стиль лавировал между напыщенным и приплотненными наречиями. Это был язык той средней советской интеллигенции, которую Солженицын называл образовальщиной, и которая составляла наиболее заметный культурный слой третьей волны. И вот ее печатным органом и стала выходящая в Нью-Йорке газета «Новый американец». Если душой этой газеты был Довлатов, то мы с Петром Вальевым были руками этой газеты, в том смысле и головой. Очень быстро «Новый американец» собрал яркий круг авторов, и, что еще важнее, сформировал читательскую среду, сумевшую оценить новаторство газеты. Это было довольно любопытно. У нас не было денег. У нас была одна зарплата на 16 человек. И на редакционных пьянках закуска качалась раньше, чем начиналась. Но это ничего не мешало. И наши планерки привлекали массу гостей. Люди приходили посмотреть, как мы работаем. Оказалось, что это вообще интересно смотреть, как люди работают, когда людям интересно делать свое дело. И наша популярность была очень велика. на первую годовщину газеты мы собрали столько гостей, что можно было брать деньги за это. Мы решили, что можно не сдавать газеты, а просто устраивать такие вечеринки. Но так или иначе, газета лопнула из-за вражды первой миграции, которая мешала нам развиваться, и из-за коммерческой несостоятельности. Потому что, как сказал тот же Тавлатов, по-русски лучше украсть, чем продать. И никто из нас продавать не умел, а не хотел. И газета закрылась, но она оставила наследство. В первую очередь, это тот самый язык, язык фамильярного дружеского общения, который очень быстро стал популярен в российской прессе после 91-го года. К сожалению, он также быстро скатился в стёб, вздевательский язык, такой, с... полупреблотнённый. Когда я читаю русские газеты, часто думаю, что это не наказание за грехи молодости. К началу перестройки в 86-м году жизнь третьей волны более-менее устоялась. Это не значит, что процесс адаптации завершился. Выходцы из Советского Союза по-прежнему очищали свою самобытность и сохраняли культурную идентичность. Тем сильнее для нас всех оказался шок перестройки. За эскалацией свободы третья волна следила со спортивным азартом, ожидая судьбоносных перемен от каждой публикации запретных ранних произведений. Бродский, например, не тот другой, публично сказал, что если в России напечатывают котлован Платонова, то жизнь в стране навсегда станет другой. Я бы сказал, что жизнь стала другой, когда напечатали не котлован Платонова, а детектив шестёрки умирает первыми. И бульварная литература быстро вытеснила хорошую. Но тогда оказалось, что с каждым новым именем, вернувшимся в Россию, жизнь изменится навсегда. Однако произошло для нас всех ещё более важная вещь, потому что нас стали печатать. В России. Рано или поздно, при самых смешных и странных обстоятельствах, но вся эмигрантская литература вернулась в Россию. Причём, происходило это до смешного и дикого, потому что в самом конце 80-х годов происходила страшная спешка. И в этой спешке в каждый журнал торопился что-нибудь напечатать такое, чего они печатают другие. У меня до сих пор хранится номер журнала «Литературная учёба», в котором был опубликован довольно новый материал, а именно новый перевод Сергея Аверинцева из «Эвангелия». Он напечатал в журнале «Литературная учёба», повторяю. Сам печатался в газете среди прочего в газете «Советский цирк», но там же печатался «Есинявский». Это было очень странное время, и я сам видел, как в Москве 90-го года стояла женщина и продавала, у неё было слева продаяли помидоры, а справа стопка синих книг Гердяева «Самопознание». И помидоры и самопознание раздавались примерно на одинаковой скорости и в одни и те же руки. Достаточно сказать, что в последние месяцы советской власти застарелый печатный голов натворяли бешеные тиражи. В 91-м году журнал «Новый мир» с Олженицыным напечатали 2,7 миллиона экземпляров для сравнения сейчас тираж «Нового мира» меньше 5 тысяч, по-моему. Мы напечатали с вами нашу книгу «Родная речь», которая сегодня шла речь. Она вышла в эмиграции, в эмиграции все книги выходили для простоты тиражом в одну тысячу экземпляров. Так считать было проще. Я всегда считал, что всех читателей своих можно было позвать на одну свадьбу. Ну, грузинскую свадьбу. И вдруг мы приезжаем в Россию и нашу книгу «Родная речь» выпустили тиражом 100 тысяч экземпляров. Ну, 100 тысяч экземпляров это город, да? Представить себе такое уже невозможно. И, кстати, они ее продали. Но, с другой стороны, деньги, которые мы за эти деньги получили, они были довольно странными. Там был еще Ленин, но он уже такой ухмылялся, он двоился, он был плохо напечатан. И денег было очень много, но у нас были авоськи. Нам дали по-авоське денег. Мы эту авоську денег мы устроили банкет в ЦДЛ, что, по-моему, неплохо. И обменяли две авоськи денег на один банкет. Так началась наша литературная судьба в России. Оргия публикации обрушилась на третью волну и смяла ее. В одночасье исчез сам смысл существования эмигрантской культуры, которая считала себя резервуаром бесцензурной словесности и альтернативой несвободной литературы. Выход из тесного эмигрантского герта к многомиллионной аудитории соотечественников ошеломил всех авторов. Пришла пора возвращения, о которой все мечтали, но которого никто, кроме Солженицын, не ждал. Сейчас, может быть, следует напомнить, что падение советской власти было неожиданностью для всех. Включается ИРУ, например. Один человек только говорил всегда твердо, что он вернется в Советский Союз, когда не будет ни Советского Союза, ни коммунизма. Это был Солженицын, он действительно это сделал. Только он, собственно, вернулся. Другие добрались до дома либо публикациями, либо временно, либо они остановились на полпути. Но так или иначе, два русла отечественной словесности соединились. Быстро, эффективно, но отнюдь не бесполезно. И тут я хочу поговорить о другом шоке. Дело в том, что травму третьей волны нужно понять в контексте историческом. И тут я хотел сравнить бы ее с историей другой миграции, антифашистской немецкой миграции, которая очень во многом напоминает нашу судьбу. Когда я приехал в Америку, я устроился на работу грузчиком, и на первую зарплату я купил картину своего товарища, художника-номкоформиста «Дзен-буддизм» или «Сломанная лилия», где был нарисован белым, и то немного. Она у меня до сих пор висит. И книгу, которая называлась «Каменная скрипка. История антифашистской немецкой миграции», потому что я тогда уже понимал, что сходство нашей судьбы будет бесспорным. И действительно, в схожий период времени около 15 лет, схожие отношения между миграцией и метрополией, схожие итоги. У немцев, правда, было преимущество, потому что они приезжали в Ариоли высочайшей культуры того времени. И сюда приезжали писатели высочайшего уровня. Брехт, Степан Свейк, Генрих, но главное, Томас Манн, который сказал немецкую литературу «Там, где и я». И он мог такое сказать. Правда, и Бруцкий мог такое сказать. И, может быть, Солженицкий мог бы такое сказать. Но беда заключается в том, что они выпустили, немцы выпустили в иммиграции в Америке около ста книг. Среди них были очень значительные. Иосифа и его братья Томаса Манна, смерть Вергилия Бреха, Брехтовский Галилей. Когда кончился кошмар фашизма и они стали возвращаться, как наша иммиграция, в Германию, выяснилась странная вещь. Выяснилось, что иммиграция словно состарила живших в изгнании писателей сразу на поколение, превратив их из современников в классиков. Их язык стал казаться сухим и сложным, трезвым и холодным, ироничным и чужим. К тому же, за годы разлуки германская словесность заговорила на своем и тоже хорошем языке. После войны немцы понимали Генриха Беоля лучше, чем Томаса Манна. Поэтому самый знаменитый, но отнюдь не самый любимый писатель в Германии Томас Манн скачался на ничьей земле в Цюрихе. Солженистом, правда, умер дома, обласканным властью. Но в целом, аналогия с третьей волны кажется настораживающей. Когда улеглась поднятая историей печатная буря, кумирами свободного поколения стали не вернувшиеся Солженицын и Аксенов, а никуда не уезжавшие Пелевин и Сорокин. С тех пор, как перемены в России упразднили смысл нашей третьей волны литературной, все мы стали печататься в России. Там, где читатели, это естественно, что каждый писатель печатается там, где его читатели, дать его, пока он это может делать. И к тому же сама литература утратила свое прежнее значение и перестала быть такой важной. Можно сказать, что установилась динамическая равновесие между иммиграцией и метрополией. И сейчас, до последнего времени, так оно все и продолжалось. Однако, к моему выступлению есть по скриптам, которые я писал совсем недавно. последние годы, глядя, последние месяцы даже, глядя на то, что происходит в России, я хочу вам прочитать то, что может служить по скриптам к этой истории третьей волны, написанным буквально в эти дни. следя за русскими новостями, я не могу отделываться от непрошенного предчувствия, как в мутном похмельном сне, когда снится предстоящее, но не можешь проснуться, чтобы его предотвратить. Напоминая, недавнее прошлое, ближайшее будущее ему вторит, обещая настоящему знакомые этапы. Падение иронии, инфляция пафоса, ренессанс героизма, дефицит нюансов, триумф изопа, возвращение кухиша в карман, поиск постоянного места жительства, ревнивое чтение отечественных газет с припевом «Вот потому мы оттуда и уехали». Если гайки в России будут завинчиваться, то напор усилится, и пар начнет выходить с другой стороны океана. Это не новость, это закон иммигрантской гидравлики. Иммиграция и метрополия всегда напоминали два сообщающих сосуда. Я не знаю, учили ли вы тот же учебник у вас в физике, был как у меня, но в моей школе это всегда была такая стеклянная штука, в которой, если наливается воду сюда и сюда давит, то уровень воды поднимается в другой трубке. Вот этот вот образ у меня остался с пятого класса физики, и когда я приехал в иммиграцию, он всегда со мной. Итак, иммиграция и метрополия напоминала два сообщающихся сосуда. Чем выше давление в одном, тем выше уровень в другом. Когда после отепеля 60-х жизнь в Советском Союзе замерла и усохла, третья волна предоставила российской культуре убежище и полигон. Золотой век иммиграции 70-е годы, о котором мы сегодня говорили, были вызваны цензурой и расправой. Сальдо, однако, в пользу русской культуры, которой есть где перезимовать, чтобы очередной весной вернуться домой книгами Бродского и Довлатова. Поэтому в ожидании худшего иммиграции пора прочищать каналы, оживлять онемевшие органы и готовиться к приему новой волны, которая будет так же радикально отличаться от третьей, как мы от двух предшествующих. Чем? Мы уезжали за свободой, которой дома не было, а не за свободой, которую дома утратили. Мы не надеялись вернуться, а не знают, что такое возможно. Мы думали, что коммунизм непобедим, а не знают, что не в нем дело. Мы ехали в придуманную Америку, они привезут ее с собой, и она будет еще меньше напоминать реальную. Мы знали Америку по книгам, часто великим, а не по фильмам, преимущественно плохим. Еще хуже, что мы догадывались в своем невежестве, а не уверены в своей правоте. Боюсь, что договориться нам будет ничуть не проще. Спасибо. Ну а теперь, друзья, я буду рад ответить на любые вопросы, и надеюсь, мы продолжим наш разговор в более неформальной манере. Я буду дирижировать зал. Пожалуйста, преимущество, конечно, студентов, преподаватели... И так все знают. Нет, 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 нет вопросов, я вам не могу поверить. Пожалуйста, Александр. Александр, вы намекнули на эту четвертую волну. Вы через сколько лет примерно видите вот так, такое вот? Это нам спрашивать у Путина. Я вам расскажу, что будет являться первым признаком того, что это волна такая, когда раздавят интернет. А это вполне возможно. Это может произойти в любое время. В Китае это уже происходит. и как только начинают... Вообще, честно говоря, для того, чтобы знать, что будет с Россией к несчастью, нужно читать книги Сорокина. Но об этом я поговорю завтра. А через сколько лет, я не знаю, дай бог, что через сколько лет и не сколько месяцев. Но вообще ускоряется эта ситуация очень сильно. И я очень боюсь, что в России осталось так мало независимых органов, что их очень легко задушить. Ну, например, Новая газета, Эхо Москвы, которая очень не может... Очень сложная ситуация там тоже. Радио Свобода, на которой мы сотрудничаем, которую труднее задавить, но ее уже давят. И в этой ситуации интернет последняя соломинка. И в общем ее легко перекрыть интернет. И тогда потихоньку все начнет утекать опять на запад. Вы знаете, мигрантская литература это поразительно было. Когда первая волна мигрантской литературы, она была полна творческими замечательными личностями, великими писателями. Тот же Бунин творил. Но и в Советском Союзе тогда была замечательная литература. В 20-е годы советская литература переживала продолжение Серебряного века. Это был замечательный период в истории советской литературы. И русская литература и советская литература существовала. Русская литературная миграция и советская литература. Они обе переживали свой зенит. И это была крайне необычная ситуация. Но третья волна научила меня другому. Почему третья волна казалась такой блестящей? Одно время нам представлялось, что все лучшее в России в литературе существовало только на Западе. И почему это происходило? Потому что Россия был застой то, что мы называем. И поэтому цена успеха нашей эмиграции это несчастье на родине. И несчастье это по-прежнему так. И поэтому я боюсь, что это произойдет довольно скоро. Но я, конечно, ничего не могу предсказать, потому что все наши предсказания рушатся. По-моему, это хорошо. Это значит, что мы свободны. Несколько года или два назад я выступал в Ленинграде, в Петербурге. И знаете, когда выступаешь в Петербурге, в России, там всегда много странностей, странных людей приходят и странные вопросы задают. Самые необычные. Один встал читать и сказал, вы знаете, не могли бы мне найти работу? Я так заинтересовался, говорю, вообще-то нет, а кто вы по профессии? Он так грустно-грустно сказал, я говорю, клоун. Но обычно бывают более осмысленные вопросы, а от некоторых я просто теряюсь, потому что стала такая девчушка, румяная, симпатичная, но совсем молоденькая. Я говорю, я только что пришла с демонстрацией против Путина. Как вы считаете, имеет смысл это делать? И я так растерялся, говорю, ну как я могу вам сказать, я смогу брать на себя такую ответственность? А она говорит, а есть в этом смысл? Я говорю, я не знаю, но я знаю только одно, что в моем поколении никто не верил в то, что коммунизм рухнет. Но он рухнул, и поэтому предсказать будущее нельзя. Это зона свободы. Знаете, в этом-то и счастье нашей жизни, что ничего предсказать нельзя. Нельзя предсказать успех голливудского боевика, что уж говорить про историю. Еще вопрос, пожалуйста. Пожалуйста. Александр Александрович, вы знаете, что в Америке стал популярным жанром travel law? И в принципе... Травелок? Травелок? Травелок. И в другой литературе, в том числе русской, наверно, в российской, современной литературе, тоже стал популярным. Как вы относитесь к этому жанру? И какие, может быть, современные русские писатели могли бы рекомендовать, какие-то его близкие, которые пишут именно в этот жанр? Знаете, тревелок, это мой любимый жанр. И я всегда обчитывал путевые заметки писателей, когда, знаете, идет сначала роман и пьеса, а в конце вот такое самое интересное, на мой взгляд. Например, у Карла Чапака совершенно дивные путевые заметки. Но вообще-то, конечно, классическая книга путевых заметок, лучший тревелок русской литературы с него начинался, просто записки русского путешественника, Карамзина. И должен сказать, что я когда-то «Новоамериканцы» опубликовал ряд очков под названием «Записки русского путешественника». Я запросто украл этого Карамзина. Но недавно в новом литературном обозрении стала выходить серия записки русского путешественника, они тоже украли Карамзина название, и там напечатана множество авторов, в том числе и моя книга тревелогов «Странник». И я вообще очень люблю эту литературу, и если она правильно сделана, потому что это как кулинарная литература, и то, и другое требует очень специфического подхода, потому что очень просто вывалиться из литературы вовсе. И поэтому, если вы меня спросите, кто писал лучшие тревелоги в русской литературе, то я вам скажу, что лучшая путевая проза это поэзия. И мне, например, больше всего нравятся путевые стихи Бродского, которые, на мой взгляд, являются образцом такой путевой прозы. Потому что настоящая путевая проза, настоящий тревелог, он должен не описывать то, где побывал автор, а описывать то, что автор увидал, и как это его изменило. Нас интересуют не камни, а камни в нашем представлении, феноменология путешествия. А для этого нужно быть не столько писателем, сколько поэтом. И вообще, в принципе, тревелог — это глубоко поэтический жанр. Я знаю, что я люблю, например, читать все путевое Татьяны Толстой. Я вообще люблю ее читать. Но об этом мы поговорим завтра. Спасибо. Еще вопросы, пожалуйста, преподаватели уже могут задавать. как вы оцениваете сегодняшнее состояние радио «Свобода». Особенно меня интересует ваше представление его службе, так сказать, аудитория, потому что, ну, конечно, мало осталось свободных средств массовой информации, вы умирали несколько из них, но все-таки интернет еще не задавленный. Похоже, что в общем «Свободу». Я могу ошибаться, но мне кажется, ее слушают уже мало. В Москве нет в «Свободе». Только в «Свободе». Да, и что происходит? Вы сказали, что из Москвы выдавливают редакцию «Радио Свобода». «Радио Свобода»?» я сказал, что, значит, коротко говоря, я не знаю. Я не знаю, кто слушатель «Радио Свободы». И я знаю, что «Радио Свобода» сейчас только что был очень болезненный процесс на свободе в связи с приходом в редакцию Маши Гессена, которая сильно испортила ситуацию радио. Но еще хуже поступил Путин, потому что нас отняли средние волны. Это, конечно, трагично, потому что без средних он слушать радио сейчас очень трудно. Только зубры остались, которые умеют слушать на коротких волнах радио. И в этом отношении ситуация серьезная. Но я боюсь, что это все связано с тем, о чем я говорил. Чем будет больше давления, тем будет больше внимания к свободе. И свобода нужна. И нужно радио. Можно сказать радио на тот случай, если не будет интернета. Я всегда представлял себе слушателей свободы, я работаю 30 лет на свободе, половину ее существования. И за это время слушатели свободы были разные, но то, чем я занимаюсь, культура, это всегда обычно провинциальная интеллигенция. Меня тут уже спрашивали, кто слушает свободу, и я сказал, что у меня есть такой образ. Вот знаете, у Чехова было три сестры, пьеса «Три сестры», которая рассказывала о том, как страшно жить интеллигентному человеку в провинциальном городе, как душно и ужасно. А самое главное, что три сестры были уверены, что других нет, только три сестры есть. И они одни, они, и нету больше в мире людей таких же интеллигентных, талантливых, умных, честных, как они. И в каждом русском городе есть три сестры, вот они нас и слушают. Свободу и Эк-Москвы, в маленьком городе двери. Двери, не такой мальчик. Ну вот так. Вы знаете, это большое спасибо, меня тронут. И я вам скажу, что я получаю письма от слушателей, сейчас это электронная почта, но вообще я всегда получал письма от слушателей, если бы вы знали, какие странные письма мне пишут. Я помню, когда-то, еще в 80-е годы, я получил тронутшее у меня письмо из города Благовест. Я до сих пор не знаю, где это находится, понятия не имею. И было написано, что, говорит, спасибо вам за вашу работу, потому что у нас в городе Благовест еще не все прочли Боргеса. А это Боргес, он только вышел, помните, был такой готовник Боргеса. А другое письмо я получил, которое не могу не поделиться, от слушателя из Южного Казахстана. Он пишет, что он был врачом, но потом заболел, и сейчас живет на том, что выращивает и продает на мясо кроликах. И он говорит, интернета у него нет, но раз в месяц он ездит в районы центра, а тут и посылает письма. И одно письмо посылал мне, и он сказал, что, вы знаете, трудно, конечно, сейчас приходится, я не видел новой книги 79-го года, он сказал. Но меня огорчает, что ваша трактовка Битгенштейна, с которой я категорически не согласен. И каждый раз, когда я получаю такое или подобное письмо, я думаю, что, ну, кому-то, значит, мы еще нужны. Еще вопросы, пожалуйста, у нас еще немножко. Вопросы нет? Нет, вот, вот. Есть вопросы, пожалуйста. Как вы думаете, в чем сейчас нуждается русский народ? А вы знаете, кажется, что такой безумно трудный вопрос. На самом деле, я не вижу ничего особенного. Это все известно, чем нуждается русским народом. Русский народ народается точно то же, чем все остальные народы. В первую очередь, нуждается в том, чтобы не считать себя специальным народом, а таким же, как все остальные. Посмотрите, Восточная Европа. Каждая страна Восточной Европы пережила тяжелейшие, страшные мучения, связанные с коммунизмом. И все они каким-то образом выбираются из этой ситуации. Вот и Россия должна сделать то же самое. И рецепты это совершенно всем известны. То же самое, что делала в Восточной Германии, или Литва, или Польша, или Румыния, или Венгрия. Мне говорят о том, как чудовищна жизнь в Восточной Европе, плохо. Это правда, там действительно все плохо. Все ужасно, все тяжело, все загажено, все плохо. Скажите, кто-нибудь согласится в Восточной Европе вернуться в страны Варшавского пакта? Можете себе представить сейчас какую-нибудь страну, которая выходит из НАТО и входит в страны СЭП? Вы даже не помните, что такое СЭП, да? Страны экономического сотрудничества, да? Совет экономического взаимопомощи. Вот представьте себе, что они выходят из Евросоюза и вступают в СЭП. То есть, значит, они все-таки нашли выход из этой ситуации. Вот и Россия должна дойти в эту ситуацию. И в принципе, ведь известны же все эти пути, но они же раз другие прошли, то и Россия должна пройти. Почему она не проходит по этому пути? Вот это второй вопрос. И это вопрос мучительный, потому что в России история не развивается, она длится. И это ужасно. не оправдываетесь. Еще вопрос, пожалуйста. Резервный, последний вопрос. за те же деньги. Ну, если вопросов нет, я думаю, мы с удовольствием поблагодарим нашего докладчика за его впечатление. Спасибо, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ